Сказало, епископ также может отказаться утвердить наш выбор. Такое разделение властей способно привести к спору между монастырем и его преосвященством. Думаю, некоторые наши братья почти нового возраста знают это из собственного опыта. В конце концов, епископ не может заставить нас принять его кандидата, но и мы не можем настаивать на своем. А в возникновении конфликта он должен решаться путем переговоров. В таком случае исход в значительной мере зависит от вашей братья, твердой позиции вашего единства, особенно единства. Филипп почуял недоброе. Ремегиус, продавив себе ярость, снова был спокойным и высокомерным. Филипп все еще не понимал, что последует за этими словами, но его победное настроение улетучилось. Причиной, побудившей меня напомнить вам обо всем этом, послужили два известия, которые я узнал только сегодня. Июз. Первое. От нас, похоже, будет больше одного претендента. Это всем известно, подумал Филипп. И второе. Епископ тоже назначит своего кандидата. Наступило тягостное молчание. Эта новость встревожила обе соперничающие стороны. Кто-то спросил, а знаешь ли ты, кого хочешь предложить епископ? Знаю, ответил ремегиус. И Филипп почувствовал, что он лжет. Ставленником епископа будет брат Орсберт из Нью-Дерри. А без умрения ли ты раскрыли? Все были потрястены. Они прекрасно знали Орсберта, который какое-то время служил в Кенбридже надзирателем. Он был незаконным сыном епископа и рассматривал церковь исключительно как источник, дававший ему возможность жить в праздности и достатке. Он и не пытался следовать своим обетам, а лишь притворялся, полностью полагаясь на покровительство отца. Перспектива иметь такого приора, как он, ужасала даже сторонником ремегиуса. Только смотреть из дома для приезжих, да парочка его дружков, безнадежно погрязших в грехе, и осталось назначение Орсберта в предвкушении дальнейшего ослабления дисциплины и порядка. Братья, набирал религиус, если мы назовем двух претендентов, епископ может сказать, что у нас нет единства, и мы не можем прийти к согласию, а посему он должен решить за нас. И тогда нам придется согласиться с его выбором. Если же мы не хотим допустить избрание Орсберта, нам следует вытянуть всего одного кандидата. И следует добавить, это должен быть такой человек, которого трудно будет упрекнуть в том, что слишком молод или неопытен. Послушался гул одобрения. Всего минуту назад Филипп был уверен в своей победе, но, увы, она ускользнула из его рук. Теперь все монахи были на стороне религиуса, видя в нем наиболее надежного кандидата, человека, способного объединить братьев, дабы противостоять Орсберту. Филипп не сомневался, что насчет последнего религиус лгал. Но это уже не имело значения. Напуганные монахи наверняка поддержат религиуса, вследствие чего кингры ожидали долгие годы дальнейшего упадка. Не успели братья опомниться, как помощник Триора подвел черту. А сейчас давайте разойдемся и будем думать и молить Господа Бога, чтобы Он наставил нас на путь истины. Он встал и вышел в сопровождение Эндрю, Пьера и Джона, выведевших, хотя и несколько ошарашенными, но все же победителями. Как только они удалились, все разом заговорили. Не думал, что религиус способен выкинуть такой номер, рассказал Милиус, уверен, что он лжет. Возвращался Филипп. Подошедший к ним Габберт слышал слова Филиппа. Какая разница, лжет он или нет. Вполне достаточно прикрасить. В конечном итоге, правда, обнаружится, не унимался Филипп. Нет, да, всегда поначал головой Милиус. Предположим, епископ не станет двигать Озберта. Ремидиус тут же заявил, что епископ отступил перед единой горе монастыря. Я не собираюсь сдаваться, упрямо сказал Филипп. Но что еще мы можем сделать, воскликнул Милиус. Мы должны узнать правду. Это невозможно. Филипп, выход из положения. А почему мы не можем просто-напросто спросить, сказал он. Спросить, что ты имеешь в виду? Спросить епископа, что он собирается делать. Но как? Пошел в епископский дворец письмо, вслух размышлял Филипп. Он посмотрел на Озберта. Тот пребывал в задумчивости. Это можно. Я то и дел посылаю гонцов. Могу его дворец послать одного. И спросишь епископа о нему намерениях. Скептически сказал Милиус. Филипп нахмурился. Епископ нам ничего не скажет. Усенкарбер. Внезапно Филиппа осенило. И, найдя решение, он взволнованно ударил кулаком ладонь. Верно сказал он, епископ не скажет, а архиагам скажет. В ту ночь Филиппу снился брошенный младенец, которого они назвали Джонатаном. Ребенок лежал на паперте часовне обители святого Иоанна, что в лесу. А Филипп находился внутри, служа за утреннюю, когда исчаще вынурнул волк и, крадучи, стал пробираться через поляну по направлению к... Филипп боялся пошевельнуться, чтобы не нарушить торжественный подслужбы и не вызвать навеканий со стороны присутствующих там Ревидиуса и Эндрю. Хотя, на самом деле, ни один из них в жизни не был в его обители. Он решил закричать, но, как ни старался, ни звука не вырывалась из его раскрывавшегося рта. Наконец, он сделал такую отчаянную попытку, что проснулся. Дрожа всем телом, Филипп лежал в темноте и слушал, как вокруг него дышат спящие монахи. Постепенно дышал, что все увиденное было лишь сном. С тех пор, как Филипп прибыл в Кингвридж, он ни разу не вспомнил о Джонатане. Интересно, что он будет делать с этим малышом, если станет приором? Тогда все будет иначе. Младенец, живущий в маленьком, затерявшемся в лесу монастыре, не привлекает особого внимания. Если же его привезти в Кингвридж, это вызовет настоящий переполох. С другой стороны, что в этом плохого? А люди пусть болтают языками. Будь Филипп приором, он был бы волен поступать, как ему. Мог бы взять в Кингвридж Джонни восемь пенсов, чтобы тот ухаживал за малюткой. Эта мысль ему чрезвычайно понравилась. «Я непременно так и сделаю», — уже подумал Филипп, но тут вспомнил, что, скорее всего, стать приором ему не удастся. Филипп, дрожа как в лихорадке, он до рассвета пролежал с открытыми глазами. Помочь себе он уже ничем не мог. Говорить с монахами было бесполезно, ибо страх перед Осбертом затмил их разум. Некоторые из них даже подходили к Филиппу и, как будто выборы уже состоялись, выражали свое сочувствие по поводу его. Ему стоило немалых сил сдержать себя и не назвать их продажными трусами. Он только улыбался в ответ и говорил, что всякое еще может случиться. Но его вера была поколеблена. Может случиться, что архидиакона Уолерана не окажется в епископском дворце, или он будет там, но по каким-либо причинам не захочет раскрывать перед Филиппом планов епископа. Или, что наиболее вероятно, принимая во внимание характер архидиакона, у него на этот счет имеются собственные соображения. Когда вверх, Филипп вместе с другими монахами встал и отправился в церковь на заутреннюю. Затем, дойдя в трапезную, намеревался позавтракать, но Милиус перехватил его и незаметным жестом поводил на кухню. Нервы Филиппа были напряжены. Должно быть, гонец уже вернулся быстро. Наверное, он сразу же получил ответ и еще вчера вечером пустился в обратный путь. Даже если так, все равно очень быстро. Едва ли в монастырской конюшне была хоть одна лошадь, способная с такой скоростью совершить это путешествие. Но какой же ответ? Кто ждал его на кухне, был не конец. Это был сам архидиакон города Ран-Пиго. Изумленный Филипп уставился на него. Худой, в черном архидиаконском облачении, он сидел, сгромотившись на табуретку, словно ворон на старом пне. Кончик длинного носа покраснел от холода. Чаша горячего вина согревала его белые отлявые руки. «Хорошо, что ты приехал», — выпалил Филипп. «Я рад, что ты написал мне», — невозмутимо сказал Гуадеран. «Это правда?» — терпение спросил Филипп. «Епископ назначит он свиста?» Гуадеран поднял руку. «Я разберусь». Кардерт как раз рассказывает мне о вчерашних событиях. Филипп скрывал свое разочарование, что не получил прямого ответа. Он изучал лицо архидиакона, стараясь прочитать его мысли. Определенно у орла Ганна были свои планы. Но что это за планы, догадаться он не мог. Кардерт, которого Филипп сначала не заметил, сидел у огня, макая черствый хлеб, пиво, чтобы размочить его для своих старых зубов, и излагал подробности вчерашней службы. Но йорзал, пытаясь угадать цель визиту Гуадерана. Он взял было кусочек хлеба, который оказался слишком черствым, затем, чтобы хоть чем-то занять руки, выпил несколько глотков разбавленного пива. Таким образом, подвел, наконец, черту Кардерт, единственное, что нам оставалось, это выяснить действительные намерения епископа. К счастью, Филипп решился воспользоваться своим знакомством с тобой, и мы направили тебе письмо. Ну, теперь ты можешь ответить на наш вопрос, нетерпеливо спросил Филипп. Да, могу, Гуадеран поставил чашу, попробовал вина. Епископ хотел бы, чтобы его сын стал приором Кингскриджа. У Филиппа замерло сердце. Значит, ревидиус сказал правду. Однако, продолжал Гуадеран, епископ не хочет ссориться с монахами. Филипп нахмурился. Это было весьма похоже на то, что предсказывал Ревидиус. Но что-то здесь все-таки не так. Но ведь ты проделал весь этот путь не для того, чтобы рассказать нам это. Гуадеран с уважением взглянул на Филиппа, и тот понял, что его догадка верна. «Нет», — произнес. Епископ поручил мне изучить настроение монахов, и он уполномочил меня сделать назначение от его имени. Епископская печать находится в левне, и я праве написать указ о назначении, которое станет официальным, обязательным для выполнения документов. Филипп старался переводить услышанное. Гуадеран мог издать указ о назначении и скрепить его епископской печатью. Это значило, что решение вопроса о новом приоре епископ отдал в руки Гуадерана, который сейчас... Филипп глубоко вздохнул и сказал, «Ты согласен с тем, что, только что говорил Капперс, назначение Озберда вызовет ссору, которой епископ хотел бы избежать?» «Да, я это понимаю», — ответил Гуадеран. «Значит, ты не назначишь Озберда?» «Нет». «Этому известию монахи будут так рады, что с готовностью проголосуют за любого, кого только пожелает предложить Гуадеран». «Тогда кого же?» «Тебя», — сказал Арсиакон, «или Ремидиуса, способности Ремидиуса управлять монастырем». Его способности перебил Филиппо Гуадеран, снова поднял свою белую руку, и твои тоже. «Я знаю, кто из вас мог бы стать лучшим приором», — он замолчал на время. «Но делайте в этом». «Что еще?» — недоумевал Филипп. «Что еще обсуждать, если не вопрос о том, кто может стать лучшим приором?» Он посмотрел на присутствие в шах. Мидиус также был заинтригован, но по лицу Гагберта пробежала легкая улыбка, словно ему было известно, что к чему. «Как и ты», — сказал Гуадеран, «я озабочен тем, чтобы столь важные посты в нашей церкви занимались способными людьми, независимо от их возраста. Они уручались в качестве награды за долгую службу старикам, чья набожность гораздо выше, чем их способности управлять». Конечно, поспешно кивнул Филипп, считая эту лекцию не вполне уместной. «А посему вы трое и я должны действовать сообща». «Не понимаю, к чему ты клонишь», — заговорил Мидиус. «А я понимаю», — заметил Гагберта. Гуадеран улыбнулся ему и вновь повернулся к Филиппу. «Куда откровенно», — сказал он, «сам епископ уже стар. Наступит день, и нам понадобится новый епископ. Так же, как сегодня нам нужен новый приор. Монахи Кингсбриджа будут избирать его, ибо епископ Кингсбриджский одновременно является и аббатом монастыря». Филипп насупился. «Все это к делу не относилось. Они выбирали приора, а не епископа». Но Гуадеран продолжал, «Конечно, у монахов не будет полной свободы выбора, так как и у архиепископа, и у самого короля могут быть свои виды, но, в конце концов, именно монахи утверждают такое назначение. Время! Вы трое сможете повлиять на это решение». Гуадер кивал, как будто его догадка подтвердилась, но сейчас и до Филиппа начала доходить суть слов Архидиагона. «Ты хочешь, чтобы я сделал тебя приором Кингсбриджа, а я хочу, чтобы ты сделал меня епископом», закончил Гуадеран. «Вот в чем дело!» Не говоря ни слова, Филипп смотрел на Гуадерана. Все было очень просто. Архидиакон хочет заключить сделку. Филипп был потрясен. Конечно, это не совсем кубка или продажа духовного сана, но и здесь чувствовалось что-то неприятное, карганшеское. Он постарался трезво взглянуть на предложение у Гуадерана. Он станет приором. При этой мысли его сердце учащенно забилось, и прочь всякую болтовню, когда можно получить в свои руки целый монастырь. Возможно, в какой-то момент Гуадеран сделается епископом. Какой из него выйдет епископ? Конечно же, весьма авторитетный. Похоже, у него не было серьезных недостатков. Возможно, он слишком посредственно и практично подходил к служению Господу. Но тогда это же можно сказать. Однако Филипп чувствовал, что в отличие от него, Гуадеран мог быть довольно жестоким. Но он также чувствовал, что жестокость эта была вызвана решимостью Архидиакона защищать и леветь интересы церкви. Кто еще...